Губернский диктант с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля. Областная специальная библиотека для слепых присоединилась к акции, которую инициировала библиотека на Крутицкой в связи с вековым юбилеем Иваново-Вознесенской губернии. Правда, диктант провели не 20 июня, а чуть позже, так как библиотека особая, потребовалось немного больше времени на подготовку. Мы решили присоединиться, так как наши читатели тоже участвуют в общественной жизни и хотели бы тоже принять участие в этом губернском диктанте. Ну, подготовка такая, доставить место проведения диктанта наших читателей. У нас есть автомобильный транспорт, мы своим транспортом их привезли сюда. Для слабовидящих сделали заготовки вопросом с крупным плоскопечатным шрифтом. Люди, которые читают по Брайле, отвечали на вопросы тоже с использованием особенного шрифта. В каком городе Ивановской области находится колокольня вторая по высоте в России? Юрьевец, Лежнева, Кинишма и Шуйна. Ну, это, конечно, Лежнев. Убернский диктант на самом деле больше похож на тест. К каждому вопросу четыре варианта ответа. Задания затрагивают историю нашего края, выдающихся людей, флору и фауну региона. Правда, в библиотеке для слепых в силу специфики посетителей отказались от вопросов, которые транслируются на экран. Вопросы, конечно же, все интересные. Но хочу отметить то, что они, наверное, больше познавательные для себя. Скажу честно, не на все вопросы знаю ответы, но вот теперь уже появилось желание залезть в интернет и поточнее узнать правильные ответы. Самому юному участнику губернского диктанта 11 лет, самому старшему 80. Правильные ответы участники акции узнали сразу по завершении мероприятия. А вот результаты организаторы обещали озвучить чуть позже. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.